Я всех вас приветствую, дорогие отцы, братья и сестры. Церковь Христова – это церковь мучеников. Первые века христианства, когда гонения на христиан обрушились в Римской империи. Почему римские императоры гнали христиан, убивали христиан? Потому что они не знали Христа. Современные гонители, современные богоборцы, они прекрасно Христа знают. И они борются с живым Богом. Богоборцы. Богоборцев много сейчас. Они у власти во всем мире. И таких же богоборцев, как они сами, они поставили в рясах, в сани священников, в сани архиереев. Я вот рассказывал вам, что Нина Карташова такая поэтесса есть. И 20 лет назад в приходе, в которое находила в храме, появился новый священник – еврейчик в очочках. К нему сразу потянулись люди, но его проповеди, они были про Ветхий Завет. А Иисус Христос Нового Завета, он выглядел в его проповедях каким-то жалким и убогим. Нина Карташова, поэтесса, и этот еврейчик в очочках, батюшка, они встречались с другом взглядом и прекрасно понимали друг друга без слов. Потом, с глазу на глаз, у них произошло объяснение. Он ей сказал, «Я истинный пастырь для ваших овец, и ваш Мессия истинный, но он пришел к вам, к неевреям, родился в хлеву со скотом и умер позорной смертью на кресте. А вот наш Мессия, когда придет, он не будет рождаться в хлеву со скотом, не будет умирать позорной смертью на кресте. Он будет царствовать над всем миром». Нине Карташовой захотелось снять туфлю и набить морду этому батюшке, но она пошла к благочинному. Благочинный устроил им очную ставку, и на очной ставке он от всего отказался. Сказал Нина Карташова, поэтесса, натура творческая, она все это нафантазировала. Ну и прошло 15 лет, этот батюшка, знаете, кто это? Это митрополит Казанский и татарстанский Кирилл Наконечный. И, как говорится, в ноябре 2022 года сбылась мечта идиота. В Шарм-эль-Шейхе, в египетском курортном городке, в ноябре 2022 года была конференция за потепление. Там были и политические, и религиозные деятели. 300 представителей 300 семейств, а 300 семейств – это самые богатые люди, которые сейчас владеют планетой Землей, планетой Земля. Это представители черных родов, 300 семейств – самые богатые люди мира, которые владеют планетой. Они прямые потомки тех, кто 2000 лет назад той страшной ночью кричал Понтию Пилату «Распни его, да падет его кровь на нас и на детей наших». И вот, да, я смотрел на Третьем Риме публикацию об этой конференции. Религиозные деятели там были со всех стран мира, всех конфессий. Римский папа Франциск, сатанист, которого возили в инвалидной коляске. И казанский митрополит, казанский и татарстанский Кирилл. А что он сказал 20 лет назад Нине Карташовой? А вот наш Мессия, когда придет, он не будет распинаться, позорной смерти умирать, не будет рождаться со скотом в хлебу, как ваш Мессия, истинный Мессия. Он признает Иисуса Христа, таки признает, таки да. Но он будет царствовать над всем миром. И вот, прошло 20 лет, сбылась мечта идиота в Шарм-эль-Шейхе, английский король Чарльз. Ну, его мать, людоедка Елизавета II, она сатанистка была. А вот бывший папа, ну, то есть, избрали Франциска при живом Бенедикте XVI, немецком кардинале Йозефе Ратцингере. Йозеф Ратцингер, он, это будущий римский папа Бенедикт XVI, он спокойно, тихо умер перед Новым годом в конце 23-го года. Он римский папа на покое был. А в молодости он, в сане немецкого кардинала Йозефа Ратцингера, разъезжал вдвоем с Елизаветой II. Кстати, она внучатая племянница Николая II, царя-мученика. Между, но она, царь-мученик принял мученическую смерть за Христа, великомученик Николай Романов. Она была сатанистка. Но Виндзор, это тоже, это английская королевская династия Виндзоров, она тоже из черных родов. Они там и педофилию практикуют. Из Бекингемского дворца мальчик, спускался голый мальчик на простыни с какого-то этажа. Он был привезен туда для утехи молодому принцу Гарри. Это где-то лет 10 назад было. Но он оступился, упал и разбился насмерть. Его тело, упавшее, ну то есть мертвое тело, унесли обратно в Бекингемский дворец. Королевская английская династия Виндзоров – это те же самые черные роды. Но они во всех странах мира, те монархи, которые сохранились, королева Нидерландов, но вот эти Виндзоры, другие королевские европейские семьи – это потомки черных родов, тех иудеев, которые кричали Пилату «Распни его, кровь его на нас и на детях наших». Но они, вот эти все королевские европейские роды, они смешались этнически с европейскими жителями, жителями европейских стран, и от евреев они, и они уже ничем не отличаются от жителей, от европейских национальностей. Кстати, чистокровные евреи – это русоволосые, голубоглазые блондины, которые жили во времена Иисуса Христа, апостолы. А вот черные, горбоносые, ну вы знаете, что евреи во всем мире разделяются на две группы – сефардим и ашкеназим, сефарды и ашкенази. Сефарды – это русоволосые, голубоглазые блондины, это вот именно, они имеют, они той же национальности, плоть от которой воспринял Господь Иисус Христос. А второе большинство ашкеназим – это черные, носатые, со шлопаками, с такими. Мой дед по матери, он был невысокого роста, с таким шлопаком ашкеназим. Ну ашкеназим – это хазары. Это хазары, вот даже забейте, пожалуйста, в Ютубе Владимир Путин о хазарах. Это небольшой, там две с половиной минуты, то есть беседа, он беседовал с какими-то учеными, лингвистами на канале «Татарстан. Новый век». И он говорит, что евреи, которые в России живут, на Украине, они никакого отношения к библейским евреям, о которых говорится в Священном Писании, не имеют. Они тюрко-татары, хазары, тюрко-татары, принявшие иудаизм. И так что, дорогие мои, ну, вот эти королевские семейства, о чем я говорил, будущий римский папа Бенедикт XVI, тогда немецкий кардинал Йозеф Ратцингер и королева Елизавета II, они ездили по латиноамериканским странам. Мексика, Аргентина, Бразилия, страны Центральной Америки. А там приюты для детей. Где дети из малообеспеченных сирот или сироты. И Йозеф Ратцингер и королева Елизавета II брали их на пикники. Брали их на пикники, выбирали подростков, девочек, мальчиков. Больше их никто не видел. Ну, то есть, там было и насилие, и ритуальное убийство. А потом на лужайках перед этими детскими домами закопаны останки детей, которых убили Елизавета II и Ратцингер. Виндзор – это такой же сатанинский род, черный род потомки тех, кто требовал от Пилата распять Христа. Итак, дорогие отцы, братья и сестры, что я хочу сказать. На конференции в Шарм-эль-Шейхи английский король Чарльз, сын Елизаветы II, он сказал, «Находится среди нас некто, который скоро будет править всем миром. Этот некто». А потом встречались, тайно встречались религиозные деятели, политические деятели, с этим некто. И вот сейчас, как утверждает Игорь Кульков, этот некто в Москве под маской Путина с ноября 2023 года. Подробности заходите на YouTube, забиваете в поисковике YouTube Игорь Кульков, киноверфь Игоря Кулькова. И там у него видеобеседа «Крах оппозиции», «Крокус-сити», «Путь зверя» продолжается. Вот там как раз про это посмотрите. Но гнали в Древнем Риме римские императоры, потому что они не знали Христа. И Синедрион, кстати, пользовался. После разгрома Иерусалима в 1970 году Синедрион и рассеяние иудейского народа по всему миру, Синедрион, он сохранился в изгнании. Наложница императора Нерона Иудейка Помпила по заданию Синедриона подговорила Нерона, психически больного человека, поджечь Рим и в поджоге обвинить христиан. И христиане заполыхали факелами в великолепных садах Цезаря. Я дам ссылку, очень интересную. Первая ссылка будет, ну то есть одна ссылка будет «Спрут», о том, что… «Спрут», полная версия фильма Галины Царёвой, о том, что вытворяла Елизавета II и Йозеф Ратцингер. А вторая – это польский художественный фильм «Кому грядеши?» «Куда идёшь?» Там как раз о том, как Помпила подговорила Нерона поджечь Рим и обвинить в поджоге христиан. Там исторические лица, святые наши, первоверховные апостолы Пётр и Павел. Когда началось гонение при Нероне, то апостол Пётр поспешил выйти из Рима по требованию христиан, которые хотели апостола Петра сохранить. Он уже шёл по апевой дороге на выходе из Рима и вдруг видит, что ему навстречу идёт Иисус Христос, Господь наш. Он у него спрашивает «Господи, кому грядеши? Господи, куда идёшь?» А Христос отвечает «Иду в Рим, чтобы снова распяться там второй раз». Апостол Пётр всё понял, вернулся в Рим и принял мученическую смерть за Христа. Его распяли вниз головой. Он считал недостойным быть вверх головой распятым, потому что он не хотел, чтобы его как Христа распяли. Его распяли вниз головой. Апостола Павла, его как римского гражданина усекли мечом. Первая ссылка – это будет фильм польского режиссёра Ежи Кавалеровича «Каму грядеши». Там как раз про жизнь древних христиан. К сожалению, Фабиола, фильм такой не сняли по книге Николаса Уайзмина «Фабиола» или «Жизнь в катакомбах». Но это моя любимая книга. Дорогие мои, вот я вам сейчас прочту фрагмент из этой книги. Если вам понравится, вы сами оставьте комментарий. Продолжать я хочу её полностью зачитать. Фильм, к сожалению, не сняли, но это точно такая, как фильм Ежи Кавалеровича «Каму грядеши». Даже, ну, я не знаю, ну, приблизительно такая, может, интересная. Итак, дорогие мои, вы в комментариях оставляете мне записать полностью Фабиолу или нет? Это твой последний ответ, твоё последнее слово. Подумай хорошенько. Последнее слово. Оставь меня. Проклятый, воскликнул Фольви и бросился на неё с кинжалом. Но Фабиола была сильна и мужественна. Она успела схватить его за руки. Между ними завязалась борьба. Постепенно Фабиола чувствовала, что её силы слабеют. Она упала на пол. Но в это самое мгновение Фабиола услышала крик и слова на незнакомом языке. Потом она почувствовала, что какая-то тяжесть придавила её, и что по груди потекло что-то горячее. Фабиола собралась силами. Она раскрыла глаза и увидала бледного дрожащего Фольвия. У его ног лежал окровавленный кинжал. «Сестру! Сестру!» Произнес он безумным голосом и выбежал из комнаты. Фабиола с усилием оттолкнула то, что её придавливало, и поднялась, но упала опять с громким криком ужаса. Перед ней вся в крови и без чувств лежала Сира. На вопль Фабиолы со всех концов дома сбежались невольницы. Фабиола остановила их у дверей и впустила только Ефросинью «Играю». Через несколько минут Сира открыла глаза. Фабиола послала за врачом, жившим в доме Агнии. То был христианский священник Дионисий. Он пришёл немедленно и объявил, что не считает рану смертельной. Выяснилось, что несчастная Сира, услышав громкий разговор, а потом шум, вбежала в комнату и бросилась между Фабиолой и убийцей. Удар пришёлся ей прямо в грудь, уже раненая. Она упала на Фабиолу и прикрыла её собой. При виде лица девушки, при виде её крови, Фульвий был поражён ужасом и с криком выбежал из дома. Придя в себя, Сира горько плакала и не хотела никому объяснять причины своих слёз. Фабиола решила ни о чём её не спрашивать. Ну и потом Дионисий объявил, что Фабиола не поправится рано, не смертельной, но у неё то ли чахотка началась. Ну, а потом Фабиола, Сира и Грая тоже приняли крещение. Исира рассказала Фабиоле историю своей жизни. За несколько лет до начала нашей повести в Антиохии богатый жил, жил богатый знатный человек, вступивший в брак с женщиной, вскоре ставшей христианкой. У них родились сын и дочь, сын Аранцы и дочь Мариам. Мать воспитывала их в христианской вере. Оба ходили с ней в церковь и таким образом много знали о жизни христиан и об их учениях. Дочь крестилась, но сын не хотел об этом и слышать. Он любил удовольствие, праздную жизнь, игру, пиры и разделял все вкусы своего отца-язычника. Ему был 21 год, когда мать его умерла. Она предвидела, что муж её неминуемо разорится, ибо он жил не подоходом, и, умирая, оставила всё своё имение дочери. Она приказала ей беречь его для бедных и больных христиан. Вскоре после её смерти отец Мариам действительно разорился и умер. Жадные ростовщики захватили оставшееся после него имущество и продали на уплату долгов. Но я расскажу своими словами дальше, потому что я хочу ещё темы осветить. Ну, Сира была своим братом Фульвием. Он забрал у неё всё наследство, его прокутил, он любил азартные игры, а её продал в рабство. И она была продана в рабыне Фабиоле, патрицианка, которая в Римской империи жизнь, она совершенно ничего не стоила. И к рабам патриции относились как к животным, ну, типа, к кошкам, собакам. Они их за людей не считали. Убить рыба ничего не стоило. А Сира, она была христианкой. И постепенно своей жизнью она обратила Фабиолу, свою госпожу, в христианскую веру. И когда она уже умирала, то был последний прощальный разговор перед смертью с Фабиолой Сирой, то есть с Марией. «Скажи мне свою волю, что должна я сделать, когда Фабиола не договорила, слёзы душили её? Когда я умру, докончила Мариам спокойно, похрани меня рядом с Агнией, молись за меня и за неё, и проси Бога, чтобы он услышал мою последнюю предсмертную молитву о раскаянии и спасении моего несчастного брата. Отдельно я тебе никого не поручаю. Теперь ты их всех знаешь и не оставишь в нужде наших братьев». В тот же день Мария исповедовалась, причастилась и через несколько дней тихо скончалась. Свои богатства Фабиола употребила на приюты, больницы, христианские школы и странно-приимные дома. Она посвятила себя уходу за больными и делам милосердия. Недолго пришлось ей устраивать богодельни и больницы. Максимиан умер, Максин взошёл на престол, но царствовал недолго. Константин, провозглашённый императором в Галлии, принял христианскую веру, победил Максенция, вошёл в Рим и провозгласил христианство господствующей религией империи. Изгонимых христиане превратились в торжествующих победителей. Они отворили врата своих храмов, украсили могилы своих мучеников дивными базиликами. Бывшие гонители и судьи старались оправдать свою жестокость. Они обвиняли во всём Цезаре, но им не удавалось обмануть лживыми словами ни современников, ни потомков. Долго рассказывали в Риме о гонениях, которые претерпевали христиане, о подлости, обалчности доносчиков, о жестоких казнях. Но на тех из них, которые доживали свой век, молодёжь показывала с ужасом и звала их палачами и кровопийцами. Корвин достиг преклонной старости, всеми презираемой, влачил жалкое существование. Совесть его мучила, люди им гнушались. Фабиола много лет спустя, после описанных событий, узнала из достоверных источников, что молитва Мариам была услышана. Брату Ефольви, или, вернее, Аранций, раскаялся, принял крещение и ушёл в пустыни Африки. Там он спасался, по примеру, многих подвижников, искупая покаянием свои тяжкие преступления. Ну и, дорогие мои, вот если вам понравилась вот эта книга, я могу записать её полностью. Только нужно, чтобы вы в комментариях мне писали, надо ли мне оставлять. То есть, вы, пожалуйста, в комментариях пишите, нужно мне полностью записать эту книгу Фабиола. А сейчас, дорогие мои, ну, это смешно, конечно, но вот есть у меня такой, ну, ну, как вам сказать. Он, его зовут Константин, он живёт в Санкт-Петербурге. Сейчас я со штатива сниму камеру, отключу её от штатива, чтобы вы могли посмотреть. Его зовут Константин, Константин Соловейчик. Ну, он оставляет комментарии и на сайтах у сионистов, и у меня тоже комментирует. Константин Соловейчик. Константин Соловейчик. Ну, вот даже, я не знаю, я попробую его фотокарточку сейчас найти в загрузках, но он про меня песню сочинил, вернее, две песни. Вот одна песня, это сионисты смеются, ну, такая прикольная. А потом вторая, а я вам, а я попробую вам, да, а вот, нет, ну, сейчас, видите, как давно, ну, сейчас я, я попробую найти. А, вот-вот, нашёл много лет, это Константин придумал. Ой, а звук-то нет. Музыка Музыка Ну, мне он писал Сейчас, я ещё сейчас найду, мне он писал, знаете, что, что с помощью, что с помощью компьютера, с помощью какой-то программы записал эту песню. Сейчас я вам найду. А, была, да, Киприане Лаишевском. Ну, прикольно, да, прикольно всё это. И там как раз он поёт, что я борюсь с Рувимом Кацманом и с Натальей Шнайдер. Ну, Рувим Кацман, это Алексей Рогацкий, некто русский, это хейтер, это мой враг. Он в открытую говорит, пока у одного, пока один из нас дышит, я косолапого в покое не оставлю. Вот. И всё время добиваются, говорит, у него надо забрать, ну, камеру, смартфон. Ну, то есть, дорогие мои, он завидует элементарно, завидует элементарной завистью. Ну, вот ещё я, пока будете слушать эту песню, я попробую фотокарточку вам этого Константина Соловейчика найти, жителя Петербурга. Итак, слушаем песню. «Посвятивший себя на служение церкви, монаршество ради спасения души своей, и душевских приялых подвязав я на святой земле». Креста и промыслительно святыны А ангелами был послан на святую землю Казанскую неустанно Правоснашающий нам слово истины Небоясненно обречающий врагов божиих И нечестивых блогеров Рувима Дацмана и Натали Шнайдер, преподобный, он же наши молитвы И нечестаще Казанские имена Диакония И пьяне пути Наши молитвы никам, проповедникам И за спутникам О душах нашей Наши молитвы никам, проповедникам И за спутникам О душах наших Наши Ну вот этот Константин Санович, который эту песню написал Ну да, вот как то, что я обещал Сейчас посмотрим Ради Бога, за настойчивость, простите Вот Россию можно Мы в пути Мы в пути Вот есть такой человек В нашей Не так уж давней истории Господин Ульянов Он же старик Он же Ленин У него там еще какие-то клички были Вот он придумал Теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном И как выстроить там работу, чтобы люди не забыли про то, кто там лежит в земле Вот он напридумывал Вот он создал структуру государственную Заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет Ну придумал Значит Я сейчас не буду в это вдаваться У меня есть своя точка зрения Сейчас не место и не время Как бы Излагать Я может быть как-нибудь поподробнее изложу Значит Мы должны опираться на то, что у нас есть и было Мы должны опираться на русский народ Который тоже Это сложное составляющее понятие русский народ Мы сказали русский, русский, а другие русские Не было до 9 века практически никаких русских Он складывался постепенно из многих этносов Прежде всего из славянских Но не только Из украфинских, из других и так далее А у нас вот на юге Значит В Каганате там всех евреями называли Они вообще этнические евреи или нет? Есть мнение, что евреи разъехались Значит По территории Европы Это совсем не библейские евреи Из этого самого От Синая А это этнические люди, не имевшие никогда никакого отношения к еврейству Они просто исповедовали иудаизм в Каганате Который находился на берегах Азовского и Черного морей Это тоже наш этнос, который русский народ все это впитал в себя Это естественное развитие Помешать которому невозможно Ну вот Ну вот дорогие мои Представитель Этного этноса Это рогатский некто русский Христос воскресе дорогие Отцы, братья и сестры Христос воскресе дорогие Представитель этого этноса Я вас всех приветствую Хочу пригласить вас Мы поговорим Представитель этого этноса Рогатский некто русский Сейчас у меня настройки срывались Я открою его страницу Страницу его открою Некто русского Ну некто русский Кацман Вот видите Что он выпускает Как Вот Этнический хазарин Этнический хазарин Вот Выпустил Про отрока Вячеслава Но там собственно похороны Отрока Вячеслава Славика Чебаркульского Ну и я просто в заключении Вам комментарии почитаю Комментарии В начале книги Которую сочинила мама Есть такой момент Она спрашивает сына Скажи Откуда ты все знаешь Он ей отвечает А у меня кто-то внутри Говорит Ясно кто рогатый Дальше продолжает мама Дальше продолжает Я мама Почти безначальный Алексей А кто у нас Альфа и Омега Да Наша троица А кто почти безначальный Это первый Орхистратик Деница Который поднял Бунт против Бога Так что Руководит Отроком Я знаю и уверена Мальчик Был светлым И умер рано А мама Решила На его имени Прославиться Ведь Кирилл Павлов Царство ему небесное Сказал Книги оккультные Все об Отроке Алексей Я грешная Почитала всю книгу От первого листа До последнего Так как врага Надо знать в лицо Ты так хорошо Разбираешься В канонах И не видишь Грубейшие нарушения Учения Славика И не видишь Грубейшие нарушения Учения Нашей Церкви Мама неграмотная Писала от себя Чину Запустила Запудрила мозги Неокрепшим Простым людям Жаль что В этой секции Тоже есть Много Одурманенных Ну все Дорогие мои На этом Все Спасибо вас Христос Аминь